Дело в том, что в отличие от всех искусств, которые существуют, их много, музыка единственная, которая даже словами трагическими, когда даже в зале плачут, музыка никогда не опускает человека до обыденности. Музыка всегда, даже трагической музыкой, тем более романтической, прекрасной музыкой, всегда поднимает слушателей над обыденностью, над суетой мирской. Толстой говорил, что да, 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 у него написано в дневниках, скоро все искусства погибнут. Он был недалеко от правды, но в конце добавил, вот музыку жалко. Замечательно, правда? Музыка Маэстро Тимирканов воспринимается сегодня как воплощение культуры, очень часто как голос России и, конечно, как выдающийся человек из Петербурга, почетным гражданином которого является. Он родился в 1938 году в Нальчике, закончил специальную музыкальную школу и консерваторию в Ленинграде, вошел в круг лучших дирижеров мира. Но своим домом, сформировавшим его структурно, считает Петербург. Юрий Тимирканов сотрудничает с самыми знаменитыми оркестрами на планете. 13 лет он возглавлял Кировский театр, а последние три десятилетия руководит заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Знаете, очень много оркестров и дирижеров играют музыку совершенно формально. Они исполняют все, что написано в нотах. Ну вот, предположим, Чайковский писал Арию Германовку последнюю и плакал всю ночь. Почему вообще великие композиторы переживают, страдают? Это все не в нотах, а за нотами. И исполнитель любой, включая дирижера, конечно, должен отгадать те чувства, которые вызывали эти условные значки. Что означают эти иероглифы? Просто смотреть за ноты. Вы сказали, что вы стали дирижером, потому что были тщеславны. А что стало с вашим тщеславием дальше? Я недолго был тщеславным. А потом, когда я стал уже работать, нет, ну я совру, если скажу, что мне не нравится, когда меня хорошо встречают, аплодируют, тепло принимают. Совру, конечно. Но для меня стало не так важно внешнее проявление артистической жизни. Совсем. Вот, кстати, поэтому я не люблю мероприятия общественные. Не хожу никогда. Профессия моя, я понял, что это то, к чему я призван был от рождения. Это стало самым главным делом в моей жизни, кроме чтения. Тогда я стал очень серьезно относиться к своему делу. Фестиваль Площадь искусств под руководством Юрия Тимирканова обязательная программа для меломанов и светской публики. День рождения маэстро 10 декабря словно из-за такта предваряет этот звездопад имен и череду блистательных исполнений. Но именно он – центр притяжения, который влечет талантом музыканта, характером руководителя, особым достоинством, стилем и опытом большой жизни. Какие времена в вашей жизни вам сейчас кажутся самыми трудными? Может быть, начало работы с заслуженным коллективом. Потому что они с Моровинским 50 лет проработав, 50 лет – это целая эпоха, что-то изменить в них было практически нельзя. Потому что это… И они стали вот так думать. А мы и люди разные с Моровинским, и характеры у нас, музыкантские характеры разные. И вот изменить вот это было очень трудно. И не обошлось без всяких недоразумений. Но постепенно, постепенно все стало на свои места. А что главное вам хотелось изменить? Чтобы играли не только ноты, а чтобы музыкант, играя, понимал, зачем он играет и что он играет. Какое состояние должно быть в этом эпизоде музыки. Чтобы в трагический момент никто даже не посмел улыбнуться. Значит, он ничего не понимает. Вы очень хорошо сказали, что в момент исполнения музыкант должен любить произведения. Да, да. Когда меня спрашивают, довольно глупый вопрос, какое ваше любимое произведение? Я всегда отвечаю, что то произведение, которое я сегодня дириживаю. И вообще, знаете, я не умею дирижировать сочинения, которые мне не нравятся. У меня не получается. Потому что тогда я не знаю, зачем я вообще вышел на сцену и обманываю пункт. Список наград, премии и званий Юрия Темирканова, занимающий не одну страницу, открывается 1966 годом. Именно тогда будущий народный артист СССР, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, лауреат премии Абиати и многих других выиграл второй всесоюзный конкурс дирижеров. Исключительные данные музыкантов, которых уже давно не сомневались преподаватели, получили официальное признание. А как вы сейчас вспоминаете, с каким чувством вот эти годы, когда вы оставили семью, жили здесь в интернате, где в комнате 16 человек? Очень хорошо. Вам жалко себя? Нет, мне было очень хорошо, потому что у меня появилось очень много друзей, и все дети занимались музыкой, понимаете? Очень серьезно занимались музыкой, и все немножко соревновались между собой. Наше лопаевство времени почти не оставалось. Да, очень-очень хорошо. И потом я еще 9 лет в автово в общежитии жил. В общежитии молодого Тимирканова называли князем. Подчеркнутое чувство собственного достоинства и особое отношение к чести выдают в нем человека с Кавказа. Отца Юрия Тимирканова, который учился в Москве и отвечал за культуру в Кабардино-Балкарии, расстреляли фашисты. Четверо детей остались с чудом избежавшей расправы матерью. У вас очень рано погиб отец. Вы были совсем маленьким мальчиком. Четыре, да, вам, наверное, было года? Две. Вы успели воспринять как-то его сущность, его опыт? Вы знаете, это довольно трудно рассказать, потому что тот, кто не прошел, этого меня не поймет. То, что он так трагически погиб, оставило в нас ощущение, что он был святой, что-то такое, знаете, трепетное отношение к нему, к его памяти. И до сих пор так. Он явно был незаурядный человек. Да, он приличный человек был. Я об этом даже узнал довольно поздно. Я учился еще в консерватории, когда вдруг мне попалась в руки автобиография Прокофьева, где он пишет, что вот этот квартет на кабардинские темы заказал мне замечательный человек, начальник управления по делам искусств. Фамилию он, конечно, я уже не помнил, но начальником был мой отец. И Прокофьев был у нас дома. Кажется, что вы сразу понимали, что вам нужно быть образованным человеком. Десятилетка дает образование, настоящее, общее образование. Консерватории не дают общего образования. Они учат, знаете, как флюс у человека. Только музыка, а остальное... Ну, историю партии, правда, еще. И если ты не совсем дурак, то ты должен понимать, что нужно очень важное самообразование. И поэтому нужно читать, 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 читать. Ну, я очень глупо читал. Я читал сначала от корки до корки Тургенева, потом от корки до корки, ну, Пушкина, само собой, потом Достоевского, Толстого, потому что в школе не читал «Войной мир» и так далее. Это очень глупо было, конечно. Но все-таки хотя бы так. И в какой момент вы поняли, что именно Пушкин ваш кумир? Когда я его много раз перечитал. Потому что ты каждый раз понимаешь гораздо больше, чем в предыдущий раз. Но потом, если еще прочтешь Набокова про Евгения Онегина, разбор Евгения Онегина, и перечитаешь Евгения Онегина, тогда ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимал. Как большинство читателей Онегина не понимают, пока Набокова не прочтут. Или не посмотрят оперу вашей постановки, которая до сих пор идет в Мариинском театре. Смысл постановки был... Я же не профессиональный режиссер, но смысл был придать атмосферу Пушкина, чему музыка очень помогает. Потому что два гения соединились, это приближение к Пушкину, к эпохе, заключалось в очень простых вещах. Ведь как в опере, если высокую ноту берете, он задирает руку, да? А потом, когда выражает какое-то недовольство, делает... Ну, в общем, смех. Да, пародия на спектакль. А Онегин, например, садится, выходит на сцену, с Татьяной, и садится вот так, к сцене. Это считается нормальным. Но так Онегин не мог сидеть. Мог, наверное. Но наше представление о Пушкинской эпохе, это он может сесть только так. Вот такие пустяки. А в общем, искусство ведь состоит из чуть-чуть. Все из чуть-чуть. Вот чуть-чуть перешагнул, и плохо. Не дотянул чуть-чуть, плохо. И самое главное, конечно, когда ставишь Пушкинского, Однегина, Чайковского, ты никогда не должен считать, что ты умнее их. Вот самое главное. Своими домыслами нельзя дополнять этих гениев. Я помню, как я был в Кировском театре главным дирижером. Пришел ко мне молодой, с которым я учился, кстати, в консерваторе, он режиссер был. Он пришел как-то и говорит, знаешь, Хатуич, я бы хотел сделать кармен у вас в театре. Я говорю, почему? Потому что я нашел решение. Я сказал, колоссально, колоссально. Ты что, разговаривал с Бизе? Значит, Бизе писал, у него решения не было, да? А пришел человек, нашел. А вот сейчас все режиссеры находят решение. И в этом погибель оперы. Потому что каждое искусство имеет свои законы. Балет, закон, знаете, какой балет? Красиво. Глупо и красиво. Да, потому что ногами бежишь и не все скажешь. Поэтому то, что происходит, должно быть понятно даже ребенку. Вот этот хороший, этот плохой, эта сила, черт его знает. Но должно быть красиво до безумия. Потому что мы сидим в зале и так не можем сделать. Легкость, красота, тело, женщины. И весь смысл балета в этом. Юрий Тимирканов словно рыцарь искусства. Чувство справедливости всегда имело вес в его отношениях с артистами. А интересы музыкального произведения главенствовали в любой ситуации. Я отказался от «Пиковой дамы» в Лионе. Тоже отказался. Я провел все репетиции. Потом, когда вышли на сцену, и когда я увидел то, что там делается, я закрыл квартитуру, сказал, в этом я участвовать не буду. И уехал. Контракт? Да. Кстати, в продолжение этого, многие дирижеры, и не только у нас, а на Западе, в большей степени даже, виноваты, что на сцене появляются такие спектакли. Они должны отказаться от этого. Это было в Лионе. Много приехало. Я сказал, почему, почему. Я им сказал, вам понравится. А мне, потому что я живу в Петербурге, и это понравиться не может, потому что я очень хорошо читал Пушкина, очень хорошо знаю Чайковского. Кстати, один жил в двух километрах от меня, а другой умер на углу от меня. Поэтому я приеду, а они же со мной здороваться не будут, если я из-за денег буду это дирижировать. Раз мы о деньгах. Как вы потратили свой первый гонорар? При коммунистах у нас гонорар был такой смешной, что его тратить, в общем, было и не нужно. Он сам тратился. Они нас просто отбирали, а за границу вообще нам не платили. Мы ездили за границу. Знаете, как был отхожий промысел? Бари отпускали крестьян в Москву, в Питер, на отхожий промысел зимой. И они платили за то, что их отпустили. Вот примерно так же поступали с нами. Отпускали на Запад. И деньги забирали все. Ну, чуть-чуть оставляли. Чуть-чуть, чтобы хотя бы по кафе плохим ходить. Я это называл, знаете, как налог за любовь к родине. Потом уже, сейчас, слава тебе, Господи, мы получаем, в общем, прилично, да, прилично. Но все равно плохо. А какой момент вот в вашей такой масштабной работе и художественного руководителя, и дирижера, выступающего с разными оркестрами, сегодня для вас является творческим? Самая хорошая работа – это работа с оркестром нашим. С нашим оркестром, потому что они меня за 30 лет довольно хорошо узнали. И я за 30 лет узнал довольно хорошо их. И мы знаем, как разговаривать друг другу. Это одно из самых сложных в профессии дирижирования. Уметь разговаривать с людьми. Уметь убедить, не унижая, не покрикивая, не повышая голоса. Вот это самое главное. И знаете почему? Потому что на Запад приезжаешь – это всегда немножко компромисс. Потому что ты приезжаешь один день репетиции, на следующий день генеральная и на сцену. Ты никогда не сможешь сделать то, что хочешь за такой короткий срок. Единственное счастье, что в России еще не перешли на этот поточный метод, астахановский. Потому что астахановский метод к культуре не имеет никакого отношения. Чем больше, тем лучше он к нам не подходит в наших профессиях, в искусстве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok